Выбор команды Team Empire Мышь G303 Клавиатура G410 Гарнитура G633 Logitech важна каждая миллисекунда А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Кто-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Кто проживает в дне океана? Всем привет! С вами, как обычно, Игрлинка И мне кажется, что то, что мы посмотрим сегодня, близко и знакомо практически любому, кто заходил в доту за последние две недели. Обычно это начинается с того, что на вашем изилайне вместо нормального керри на фастмидас фармит нечто под названием Аркварден. И дай бог, чтобы это нечто умело ластхитить крипов. Но обычно его фарм выглядит примерно вот так. Ну что ж, по крайней мере за эти две минуты он не отдал ферст. Ну и как вы знаете из предыдущих выпусков, между первой и второй перерывчик небольшой. А между второй и третьей в Африке голодали дети. Впрочем, они всё время голодают, а наш идиот уже четвёртый раз умирает. На этом потрясающие рифмы у меня закончились, а у Арквардена закончилось терпение стоять на линии. И тут он вспомнил, что Аркварден-то ещё и прирождённый лесник. Вы только посмотрите, как быстро он забирает этот стак нейтралов. И ему для этого понадобилась всего-то одна минута времени, весь запас маны, половина хп и ульта. Господи, да он настолько жалок и беспомощен, что даже Кентавр пожалел его и не стал добивать. И спустя пять минут страданий и унижений от лесных хрипов, он наконец нафармил себе на Мидас. И тут он вспомнил, что уже целых пять минут не отдавался. Но, слава богу, рядом проходил вражеский Эрспирит, который помог ему отправиться обратно в могилу. И обратите внимание, как мастерски он пользуется своим третьим скиллом. Этими ловушками он перекрыл практически все возможные пути наступления врага. Ну, кроме разве что вот этого. И вот этого. Ещё вот тут можно пройти. С двумя Мидасами фарм пошёл ощутимо быстрее, и уже буквально через пять минут он смог позволить себе второй серьёзный артефакт Тревелла. Но зачем он их купил, спросите вы, ведь он никак не сможет пушить, ведь он не стал собирать некров, а сам он наносит урона не сильно больше, чем катапульта. Но он, видимо, и не собирался пушить, а Тревелла эти были для того, чтобы отдаваться ещё чаще. Следующего серьёзного артефакта пришлось ждать целых пятнадцать минут. Но ожидания определённо того стоили. Но дабы его тиммейты переживали за него ещё больше, он решил взять себе ещё и гем. В итоге на эту передвигающуюся по карте шкатулку обратила внимание квапа. Итого рапируя он владел примерно две минуты. Однако Висп, который явно ожидал такого развития событий, не дал квапе завладеть трофеем и вернул рапиру её законному хозяину. Уже один раз просравший рапиру от прокаста квапе, Арквартен делает соответствующие выводы и покупает себе Mask of Madness. Видимо, чтобы в следующий раз квапе было достаточно только ульта. После такого, то, когда он потеряет рапиру во второй раз, стало лишь вопросом времени. А ответом на этот вопрос времени стало ещё две минуты. Но если вы думаете, что просрав рапиру два раза, он извлёг из этого какие-то выводы, то вы всё ещё не осознали всю мощь его тупости. Мне кажется, что этот парень любит рапиры даже больше, чем хвост. Правда, в отличие от хвоста, он, походу, эти рапиры не для себя, а для врагов собирает. Ибо вторая рапира повторила участь первой. С той лишь разницей, что досталась она не квапе, у которой уже не было слотов, а её спириту. Ой, ну надо же, они проиграли, кто бы мог подумать. Ну и на этом на сегодня всё. Не забудь тыкнуть лайк, если тебе понравился выпуск. И если какой-то дебил достал тебя во время твоей катки, не забудь скинуть ID матча на вот эту вот почту. Ну а в ожидании следующей серии, можете заценить новый выпуск репортажей со дна, или заходите ко мне на стримы. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Игорь Линк, всем пока!